Друзья, всем привет! Нахожусь в Германии. Приехали сюда для ЗСУ парням выбрать автобусы. То есть тут стоит 5 рядов этих автобусов. И знаете, что самое интересное? Эти все машины либо конченые, либо дорогие, либо проданные. Но все машины, которые стоят здесь, они либо гнилые, либо покоцанные. Вот такая вот штука продается. Здесь много машин с битыми стеклами. Ну, короче, здесь один хламидник. Ну, вот, допустим, вот плюс-минус живой автомобиль. Эта машина уже продана. Вот эта машина уже продана. Если смотреть другие, сейчас я подойду. Вот, например, вот этот. Стоит он, ну, цена не та, 6,5 и бруто 7,700. Но этот автобус весь пожеланный. То есть, если видно, он побитый с этой стороны. Он вгашенный сейчас обошел для лучшего ракурса. Здесь он вгашенный, друзья, 7,700. Значит, единственный живой автобус, который я здесь нашел. Сейчас я его покажу. Вот цена у него, 5,550. Такой он не сильно покоцанный, да, он помятый с этой стороны. Но он даже запускается, 150 тысяч у него пробег. Двигатель нормальный у него запускается. Сухой, не обоссанный. Но здесь шляпа-маховик. Вот двухмассовый маховик на такой автомобиль. 500-700 долларов с ремонтом. То есть, эта машина не 5,5 станет, а уже 6,200. Плюс ее надо еще перевезти. А с учетом того, что это Германия, то эту машину уже проще везти под растаможку, чем ЗСУ. Это три дня на таможне, как минимум, как за здрасте. И потом еще учет. Ну, неоправданно дорого. В Литве за эти деньги можно купить автомобили немножко другие, немножко дешевле. Сейчас я еще покажу, куда эти суки прячут нормальные машины. Я пошел тут 300 метров. Есть другая площадка, но она тупо закрытая. Сейчас покажу. Вот площадка, где написано. Проход запрещен. Там отвязанные собаки гуляют. Ездит хозяин этой площадки на автомобиле Audi Q7 на V12 с номерами 666. Какое-то такое исчадие ада. И вот на вот этой площадке, которая вот здесь стоит за забором, тут ни одной битой машины нет. То есть там стоит все говно. И причем такое нереально дорогое. Здесь все машины целые, но здесь такой некий своеобразный фильтр. Сюда просто тупо не пускают. Короче, я в ахере. Может быть, это такая политика, потому что это, грубо говоря, первая площадка, которая по... Как заезжаем в Германию, мы сейчас пойдем еще несколько посмотрим. Но пока нифига хорошего. Продолжение следует...